В Актау в центр адаптации попал мужчина, который утверждает, что 10 лет своей жизни провел в рабстве. Все эти годы он пас скот в отдаленном ауле и за свой труд не получил ни копейки. Однако писать заявление в полицию на своего бывшего хозяина мужчина отказался. Почему, выясняла Ирина Гончарова. История Дмитрия Хеониди очень похожа на истории других людей, попавших в рабство. Когда-то у мужчины была семья и работа в Женаузене, потом умерла пачерица, следом супруга. Своё горе Дмитрий начал заливать алкоголем, потерял работу, а потом и вовсе решил уехать подальше от людей. Я один не мог оставаться, потому что там вот это тоже могло убить меня. А я думаю, зачем? Ушел, чабаль. Практически в степи, на далёком отгоне, в 70 километрах от ближайшего населённого пункта, он и встретил своего будущего хозяина. Тот предложил ему крышу над головой и заработок. Дмитрий пас скот, помогал по хозяйству, но ни копейки за свой труд так и не получил. Я ему сказал, хватит. Сколько будет тебе? Ну, раз я уже пять лет работаю, не ухожу. Не пускают. Ловят меня. От скотного питания и невыносимых условий мужчины отказали ноги. Тогда хозяин сжалился и самолично отвёз работника в больницу. Теперь Дмитрий Хианиди живёт в центре социальной адаптации. Но заявление в полицию на рабовладельца писать не хочет. Говорит, что прощает его, ведь как-никак 10 лет бок о бок прожили. Дмитрий Хианиди мечтает о том, чтобы уехать в Грецию к сёстрам. Сколько лет? Я их увидел в последний раз в 93-м году в Абхазии. До войны грузинской, абхазской. Психологи констатируют такое поведение нередко среди побывавших в неволе. Чем дольше человек живёт в унизительных условиях, тем больше оправдывает своего мучителя. Специалисты говорят, за последние 10 лет в Казахстане вызвали на из рабства почти тысяча человек. В августе прошлого года, вот к нам двоих мы возвращали, вот один шесть лет в рабстве, другой там два года в рабстве. Вот они жили, например, в кабине от старого КАМАЗа. Документы у них отобрали. Кормили их, как собак, хлебом кусок и то, что осталось со стола. Заставляли работать практически по 18 часов. Следили, чтобы никуда шагу лишнего не сделали. Между тем, разные формы рабства распространены в 162 странах мира. Казахстан в этом печальном рейтинге находится на 85-м месте. В нашей стране в неволе содержится примерно 49 тысяч человек. В России это число в несколько раз больше, и она занимает 49-ю позицию. С торговлей людьми борются также в Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане. А самая распространенная форма рабства по-прежнему остается сексуальная. А значит, и женщин в неволе гораздо больше, чем мужчин.